Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и этим уроком я начинаю записывать серию видео о Substance Designer. В ней я буду рассказывать об этой замечательной программе и начнем с самых основ. Куда же без них? И постепенно придем к уровню профессионала, когда будем создавать сложные ассеты. Я постараюсь рассказать обо всех крутых возможностях данной программы. Поехали! Сегодня 15 сентября и на данный момент самая последняя версия Substance Designer 2018 2.1 Чтобы создать новый проект, Вам нужно зайти в файл и выбрать New Substance или нажать Ctrl plus N. После этого появится окно, в котором Вы увидите пресеты для Graph Editor. Обычно вся работа начинается с базового пресета Physical Based Metalness Roughness. Но Вы также можете выбрать любой из других и, прочитав описание, понять для чего их можно использовать. Итак, выбираем базовый пресет, пишем название Graph. Затем выбирается размер текстуры. Пока оставляем Absolute и об этой опции поговорим чуть позже. Разрешение оставляем по умолчанию и формат я рекомендую не меньше 16 бит. Чтобы у Вас была качественная текстура для Displacement и Normal Map. При желании Вы можете выбрать HDR32 бит, но данный урок начнем с 16 бит. Также при выборе пресета Вы увидите базовые ноды, которые будут созданы в Graph Editor. Это Base Color, Normal, Roughness, Metallic и Height. Нажимаем ОК, чтобы создать эти ноды. В итоге они появятся в Graph Editor, а в панели слева появится так называемый Package, который хранит все настройки Вашего материала. В общем, весь пак материалов у Вас будет всегда в Explorer. При желании Вы всегда можете его экспортировать как отдельные текстуры, поделиться в Substance Share, сохранить специальный файл для Substance Painter и так далее. Во время работы мы периодически будем возвращаться к этой панели. По центру, как Вы уже поняли, Graph Editor. То самое окно, в котором создается безумное количество нод и творится магия. Если кликать по нодам, то справа будут появляться их настройки, а в 2D View текстура получаемая в ходе разных манипуляций. Также есть библиотека разных скриптов, материалов, фильтров, которые пригодятся Вам в создании Super Asset и она находится слева под Explorer. И конечно же 3D View, в котором отображается real-time рендер полученного материала. Давайте поговорим о горячих клавишах и навигации. Итак, Ctrl и N создание нового Substance Graph, чтобы открыть сохраненный Substance проект Ctrl и О, закрыть Substance Designer Ctrl и F4, сохранить проект Ctrl и S, отмена действия Ctrl и Z и возврат действия Ctrl и Y. Навигация в Graph Network очень простая. Чтобы приблизить или отдалить рабочее пространство, используем колесо мыши или Alt плюс правая кнопка мыши. Панорамирование производится с помощью средней кнопки или Ctrl плюс правая кнопка мыши. Чтобы сбросить настройки зума, нажимаем Z. Чтобы выровнять все ноды по окну Graph Network, нажимаем F. Ctrl плюс V и Ctrl плюс C в копировании вставка нод. Чтобы вызвать меню, с помощью которого можно добавлять ноды, комментарии, фреймы и так далее, нажимаем правую кнопку мыши. Вызов списка фильтров производится нажатием пробела. Также все ноды фильтров находятся на панели вверху в окне Graph Network. Затем Вам могут пригодиться горячие клавиши для использования разных типов соединений для нод. Вверху на панели Graph есть иконка Link и там три типа соединений Standard, Material и Compact Material. Чтобы разобраться, для чего они нужны, давайте я возьму какой-нибудь фильтр из папки Material Filters Blending в библиотеке и перетяну его в окно Graph. Как видите, у него много исходящих соединений и производить соединения с каждой нодой, скорее всего Вам будет неудобно. Поэтому разработчики придумали решение этой задачи. Это вторая опция под названием Material в меню Link. Активируется нажатием клавиши 2. Теперь, если выбрать какое-нибудь исходящее соединение и начать вести, то все остальные автоматически будут тянуться вместе с ним. И как только Вы произведете соединения с любым исходящим каналом, например Base Color, то все остальные тоже автоматически соединятся. Чтобы сделать материал компактным, нажимаем 3. В компактном виде у Вас будет одно исходящее соединение, которое автоматически соединится со всеми нужными каналами. И если нажать 1, Вы активируете стандартный режим соединения, когда выбирается только одно исходящее. Это очень удобно, когда Вы производите разные операции с каждым из каналов. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok